Наталья, что ты можешь сказать про Колпино? Уютный город, но, по-моему, добраться до него без пробок практически нереально. Вот, а скоро у колпинцев может появиться еще одна проблема. Из одной части города в другую им будет добраться практически нереально. Город перекроют большой бетонной стеной? Город перекроют сапсанами. Впрочем, давай подробно поговорим об этом с нашим сегодняшним гостем. В нашей студии мы ожидаем главу Колпинского района Санкт-Петербурга. Это программа района квартала. С вами Наталья Самуша и Антон Горнов. Мы начинаем, как всегда, с новостей городских районов. У Петербурга появился новый стратегический партнер. Муниципальные образования Адмиралтейского района и Новгородской области подписали соглашение о сотрудничестве. Приоритетное направление деятельности муниципальных районов Новгородской области – развитие сельского хозяйства. Главным импортером экологически чистых продуктов теперь станет Санкт-Петербург. Новгородцы предложили жителям северной столицы свою хлебную, молочную, мясную и рыбную продукцию. Сегодня мы уже впервые из 8 подписанных сегодня соглашений договоров, 5 были конкретные уже, с конкретной компанией. Как политиков нас должно интересовать прежде всего это – создание условий для того, чтобы бизнес начинал тесно работать. Подписание соглашения о сотрудничестве состоялось в рамках Дней Новгородской области. В Санкт-Петербурге это событие проходит в пятый раз и уже стало традиционным. В рамках деловой программы Дней главы муниципальных образований также обсудили вопросы туристической привлекательности региона и его инвестиционный потенциал. Будет ли в Коломягах медицина шаговой доступности? Сроки строительства поликлиники на Вербной улице снова перенесли. За год, пока здесь идет стройка, рабочие успели возвести фундамент и бетонный каркас здания. Нуждать свои поликлиники местным жителям еще долго. На информационном щите от руки внесены изменения, что срок окончания работ перенесен с декабря 2015 года на декабрь 2016. Слухи о строительстве на этом месте объекта здравоохранения ходят без малого 20 лет. За долгие годы рядом уже успели возвести детскую поликлинику. А вот тем, кто старше 18, за помощью до сих пор приходится ездить в соседние лечебные учреждения. Я сейчас еду к эндокринологу на Черную речку. Если бы здесь врачи принимали рядом, то это было бы... Я живу как раз напротив, верну на 18-15 минут. Думаю, сейчас достроится поликлиника, начали при нас достроить, и я перейду сюда работать. Я уже на пенсии сколько лет, поликлиники нет. Пораньше не удастся, объяснили нам в Комитете по строительству. Дело в том, что в прошлом году поликлинике не повезло еще раз. Объект здравоохранения попал под секвестирование, то есть сокращение бюджета. Поэтому стройка продлится на целых полтора года дольше, чем планировали. Срок завершения работ перенесен на конец 2016 года. Дополнительное соглашение заключено. Необходимые изменения в исходно-разрешительную аккумуляторию будут внесены в ближайшее время. Первых пациентов на вербный примут в начале 2017 года. Когда этот долгострой будет завершен, местные жители смогут вздохнуть с облегчением. Ведь новое просторное здание рассчитано сразу на 600 посещений в смену. К этой поликлинике прикрепят всех жителей ближайшего микрорайона. Петербуржцам предлагают внести свой вклад в благоустройство берегов Охты. В основу нового жилого квартала лягут проекты победителей открытого конкурса. Участники должны придумать, как оформить береговую территорию вдоль реки, прилегающей к кварталу Новая Охта. Конкурсантам надо тщательно продумать решение рекреационных зон, предназначенных для жителей квартала. И уделить особенное внимание границе воды и суши. Задача девелоперов сегодня не просто вовремя передавать клиентам приобретенные квартиры, но и обеспечивать их комфортной жилой средой. В первую очередь это детские сады, школы и поликлиники. Однако кроме социальных объектов огромное значение имеет благоустройство новых кварталов, их внешний вид. Конкурс сможет повысить требования застройщиков к своим проектам и выведет их на новый качественный уровень. По мнению организаторов, конкурс позволит выбрать нестандартные решения для масштабного квартала. Первого проекта, с которого начинается создание нового жилого микрорайона в Красногвардейском. Работы участников, прошедшие в финал, все желающие смогут увидеть 15 июля в Молодежном центре Государственного Эрмитажа. В Калининском районе устроили праздник для ценителей советского автопрома. На территории Петербургского политехнического университета прошел традиционный День Москвича. День Москвича в северной столице проходит уже в девятый раз. Традиционное время встречи – первое воскресенье июля. В этот раз выставка собрала более сотни отреставрированных машин. Посетители увидели самые необычные модели легендарных москвичей. От самого первого массового М400 до экспортного М2141. Кстати, как отмечают любители марки, эта машина ценилась как в Союзе, так и за рубежом. 412-й «Москвич» в 70-м году занял несколько призовых мест на мировом ралли Лондон-Мехико. То есть там, где Porsche, Mercedes, некоторые сошли с дистанции, не доехали до финиша. А наш «Москвич» смог. И две трети автомобилей «Москвич» в лучшие годы шло на экспорт. К примеру, рубиновый «Москвич» М408 когда-то ездил по улицам Лондона. А в Петербург праворульная машина приехала уже из Москвы, где сегодня и имеет постоянную прописку. Расстояние в 700 километров автомобиль, возраст которого уже перевалил за 40 лет, преодолел без единой поломки. Надежность, очень хорошая ремонтопригодность. То есть можно, если что-то сломалось, отремонтировать с помощью молотка и отвертки, грубо говоря. Оценить старые и новые «Москвичи» зрители смогли, приняв участие в голосовании. Победителям конкурса зрительских симпатий вручили награды в виде автозапчастей, шестеренок и дисков сцепления. Адмиралтейский район стал портом сразу всех морей и океанов планеты. В Военно-морском музее прошел всероссийский конкурс стендового судомогализма. 123 модели разных стран и эпох. Парусники, броненосцы, торпедные катера и подлодки оцениваются жюри по классам. Отдельно те, что сделаны из пластика, из бумаги, отдельно миниатюры и ходовые модели. На мой взгляд, это очень талантливое поколение, которое в будущем сможет сделать для нашей страны обороноспособности нашего государства хорошие корабли, подводные лодки. Критерии оценки соответствия чертежам реального прототипа и качества исполнения. Для действующих моделей еще и ходовые испытания. Главным призом конкурса стал кубок главнокомандующего военно-морским флотом. К основной теме. С начала этого года Колпинца пребывает в недоумении. Российские железные дороги всерьез решили организовать тактовое движение скоростных поездов на линии Петербург-Москва. Проще говоря, пустить Сапсаны даже не часто, а очень часто. Но Колпина железная дорога разрезает надвое. А путепровод, о котором говорили десятилетия, не построен до сих пор. Грозит ли Колпинцам транспортный коллапс? Об этом и других насущных проблемах района поговорим с его главой Анатолием Павелием. Сегодня он в студии программы район и кварталы. Здравствуйте, Анатолий Анатольевич. Добрый день. Анатолий Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. По традиции, в самом начале программы с главами районов мы задаем вопрос о самых болевых точках района. Сегодня болевая точка, она вполне очевидна. Очень хочется спросить, какие все-таки последние новости в этом вопросе? Переговоры ведутся на уровне правительства Санкт-Петербурга. Я лично докладывал Георгию Сергеевичу о существующей проблеме главному федеральному инспектору по Санкт-Петербургу Виктору Александровичу Миненко. И переговоры такого уровня ведутся на высоком уровне. И озабоченность доведена. Конечно же, прежде чем принимать такое решение, мы должны провести некие компенсирующие мероприятия. Построить путепроводы через железную дорогу. Поэтому ни к 1 октября, ни к 1 декабря этот вопрос разрешен не будет. А когда, Анатолий Анатольевич, можно будет запустить САПСАН и вот по такой логике? Губернатору Санкт-Петербурга определено решение проблем транспортной доступности района как приоритетное. Есть программа до 2018 года, мы понимаем, что, когда у нас, где появится. Стоп, но тогда давайте говорить прямо, что вы предлагаете фактически крупной компании отказаться от своего выгодного, коммерчески выгодного бизнес-проекта. Причем государственной компании, по факту, да? Есть интересы. По противоречия интересы жителей небольшого, по российским меркам, Колпинского района и, извините, огромных российских железных дорог. Я хочу сказать, что, наверное, коммерческая выгода это хорошо и здорово для компании. И, конечно же, мы все переживаем, потому что это крупный налогоплательщик, но есть интересы конкретно живущих людей. И то, что делается, оно должно быть в интересах людей. Поэтому, на мой взгляд, да, хотя, еще раз говорю, решение принимает, конечно же, правительство Санкт-Петербурга, губернатор Санкт-Петербурга совместно с руководством российских железных дорог. Но по тем реалиям, которые сегодня есть, мы можем говорить о том, что это не принесет существенного осложнения ситуации по результатам реализации программы, которая закончилась в 2018 году. А по вашим ощущениям, железные дороги готовы идти на уступки? Я не, как бы сказать, не участвую в переговорах такого высокого уровня за ненадобностью. Поэтому я не готов сейчас сказать, колеблется или не колеблется. Но я думаю, все-таки, что мы живем все в одном государстве, и народ у нас один. Поэтому руководители тоже социально ориентированные люди, как бы граждане нашей страны, это очень уважаемые люди. Поэтому я думаю, что компромисс будет найден. Смотрите, Анатолий Анатольевич, я из информации, которая уже распространяется по этому поводу, выяснил, что закрытие переездов составит 17 часов, не больше, не меньше. 17 часов 48 минут. Если Сапсаны запустят в тактовом режиме. Чем это грозит? Это грозит тем, что практически 18 часов в сутки переезд будет закрыт. С учетом того потока транспорта, который идет на промышленной площадке, ну, это, конечно же, существенные потери в бизнесе для хозяйственных субъектов. Но самое главное не в этом. Самое главное, что люди не смогут попасть домой и обратно. Что не сможет в свое время приехать скорая помощь. Что не сможет в свое время приехать пожарная машина. То есть Колпино окажется просто парализован. Ну, практически район будет поделен на две части, и каждая из них должна будет жить в неком каком-то автономном режиме. При том, что, я так понимаю, в остальные части района, а район в основном расположен как раз к востоку от самого города Колпино, да, там как раз и скорая приезжает именно из Колпино туда, и пожарные, и некоторые места ездят в некоторые части района. Мы помним, что буквально совсем недавно, полгода назад, когда РЖД отменял электропоезда в некоторых регионах страны, люди в буквальном смысле слова выходили на рельсы. Вот очень страшно, не будет ли здесь каких-то социальных протестов в районе. А это можно предположить, мне кажется. Хотя сейчас вопрос, наверное, риторический, в общем-то. Вопрос риторический, но еще раз говорю, я уверен в том, что правительство города совместно с Российскими железными дорогами будет найдено компромиссное решение. В общем, будем молиться на авиакомпании, которые со своей стороны тоже лоббируют не запуск этого проекта РЖД. Их можно понять. Анатолий Анатольевич, давайте прямо сейчас, не откладывая в долгий ящик, продолжение разговора о транспортных проблемах Колпино, посмотрим наш специальный репортаж. Он как раз и будет о транспортной ситуации, сложившейся в районе. Потом подробно ее обсудим. Через три года ситуация с колпинскими пробками должна значительно улучшиться. Об этом можно судить по тем проектам, которыми занимается Комитет по развитию транспортной инфраструктуры. Пока же жителям остается только надеяться, что все задуманное сделают в установленный срок. Спасением от пробок должен стать путепровод, который соединит Софийскую улицу и дорогу на металлострой. Его начали возводить три года назад, но пока объект так и не сдали. Главной причиной задержки работ в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры называют имущественно-правовые вопросы. Не все собственники были готовы предоставить свои земельные участки ради строительства новых дорог. Поэтому сроки и затянулись. Сейчас все эти вопросы решены, уверяют в Комитете. Объект планируют сдать во втором квартале 2017 года. Еще одним выходом из транспортного тупика может стать продолжение Софийской улицы до Оборонной. Мы планируем в следующем году приступить к разработке рабочей документации с тем, чтобы в 2017 году приступить к строительным монтажным работам. Сейчас Комитетом ведется работа, направленная на приближение сроков. Все будет зависеть от того, как будет выделено финансирование на этот объект. Впрочем, на некоторых участках уже ведется масштабное строительство. В частности, приступили к реконструкции Оборонной улицы. Для этого ее соединят с заводским проспектом, построив мост через Ижорский пруд, а затем потянут в сторону железнодорожных путей московского направления. Там будет построен путепровод, а саму улицу соединят с лагерным шоссе. В Комитете говорят, что это поможет избавить от пробок существующие железнодорожные переезды и увезти транспорт из жилых кварталов. По утрам здесь практически теряешь полжизни на дорогу. И по вечерам так же, чтобы вернуться обратно. И как бы, если еще сделать лишние выезды с московского шоссе, с той же самой старой Мурманки, было бы, безусловно, намного лучше. Что касается строительства виадука над московским шоссе в сторону Пушкина, то, судя по всему, оно откладывается на неопределенный срок. Сначала объект не прошел государственную экспертизу, а затем местные жители, которые уже успели построить дома вдоль дороги, высказались против строительства. Вдобавок к этому уменьшили финансирование. В результате объект исключили из адресной программы. А вот этот участок ждут более радужные перспективы. Въезд с Колпинского шоссе в город планируют расширить до четырех полос. Сейчас жители называют это место бутылочным горлышком. Уже в 11 часов здесь образуются огромные пробки. Этот участок уже имеет разработанную проектно-сметную документацию. Теперь ждут достаточного финансирования. В Комитете по развитию транспортной инфраструктуры говорят, если никаких проволочек не будет, проект реализуют за полтора года. Вот мы только что, значительную часть нашей редакции, испытали на себе Колпинское шоссе и его пробки, когда совсем недавно побывали в Колпине. А я хочу вас спросить полтора года, о которых говорил наш корреспондент. Это реальный срок, учитывая экономические кризисы, сокращение бюджетного финансирования по очень многим проектам? На сегодняшний день все заложенные проекты, которые есть, не буду их перечислять, ни один из них не секвестированы. И, конечно же, надеюсь на то, что их не коснется секвестирующая рука. И когда все это начнет выстреливать, вот эти проекты, о которых говорилось, то начнет меняться ситуация. То есть, к примеру, развязка с московским шоссе. Это территория не нашего района, но как только она запустится, транспорт, который съезжает с Кольцевой автодороги на Софийскую и идет в сторону московского шоссе, и стоит, ждет, чтобы ему повернуть, к примеру, в сторону Москвы, он начнет по развязке уходить гораздо быстрее. Уйдут эти, уже будет легче. Запустится переход в промзону металлостроя, уведет, во-первых, большое количество грузового автотранспорта, который двигается туда на площадке, уже облегчится ситуация. Говорили про въезд по Кольцевскому шоссе до перечисления станкистов. Как только закончится пробивка улицы Финляндской, это уже будет облегчение, потому что грузовой транспорт, движущийся на площадке ижорских заводов, он будет с Софийской уходить на Финляндскую, и Колпинское шоссе в части от Круга до Танкистов уже разгрузится, и будет возможность приступить к реализации расширения, вот то, что сейчас говорили, Колпинского шоссе. Вот в этой студии был мэр Колпин, он говорил, что с Финляндской какие-то проблемы есть, на нее вроде бы денег нет. Я, может быть, поправлю своего муниципального коллегу. Есть проблемы имущественных отношений, это земля частично находится в частной собственности. И процедура ее изъятия для госнужд, она немножко такая... То есть для того, чтобы расширить какую-либо дорогу, нужно изъять землю у собственника? У собственника, да. В настоящий момент вопрос не в финансировании, вопрос в том, что как только эти имущественные права и отношения по земельным участкам будут решены, финансирование будет. Такая договоренность с КРТ у нас есть. В нашей программе сложилась традиция, каждый раз перед тем, как мы приглашаем в эту студию главу района, мы отправляем нашего корреспондента в поездку по одному из самых протяженных автобусов, троллейбусных или трамвайных маршрутов. Ну вот электрического транспорта у вас нет, а автобусы есть. По душам поговорила о том, что наболела с жителями Колпинского района пассажирами 386-го автобуса наш корреспондент Милена Сабельникова. И давайте посмотрим, что она вынесла из этой поездки. Сегодня мы сядем в 386-й автобус, проедем через все Колпино. От улицы Правды до улицы Тверской. Надеюсь, нам встретится много общительных пассажиров, которые расскажут, что в их родном городе следует поменять. На Павловской дом 60. Мы все старые живем, пятиэтажка. Старый дом. До сих пор нет скамеек. Старые выходят, сидеть негде. Был сквер по Павловской. Вот там дом новый построился. Напротив была хорошая детская площадка. Сломали площадку. Нету ничего. Тоже посидеть поможет. В Колпино очень много собак беспризорных, которые я лично сама была кусанная. Это хорошо все хорошо обошлось. И не раз я видела, что тоже и на девочек нападали. Очень много собак, правда. Главе администрации, чтобы обратил внимание, на лагерное шоссе. Комплекс большой. Транспорт отвратительно ходят. В магазины мы ездим в центр сюда, потому что там, ну, сделали магазинчики, но там цены заоблачные. Пусть, как говорится, обратит внимание на это. Чтобы было чисто в парках в наших колпинских, чтобы у людей было больше работы. Ну, возможностей как бы. Потому что сейчас летом, например, трудно найти работу. Также бы, наверное, обратила внимание на садики. Очень трудно попасть в садик, например, да, если человек живет в новом районе, да, и хочет попасть, чтобы ему было удобно и комфортно. В новом районе садик он попадает в старый. Все-таки было больше, как бы, доступности по садикам и по школам. Ну что, приехали! Анатолий Анатольевич, первый вопрос. На Паловской, дом 60, до сих пор нет скамеек. Ну, здесь, смотрите, значит, по конкретному этому адресу. Что сейчас происходит? На что хочу обратить внимание? Что существует понятие такое, как коллективная собственность жильцов. И оформляется участок, идет оформление участков придомовых, которые после этого государство отдает в собственность. Значит, при этом, ну, я не знаю, или наш русский менталитет, дайте всего и побольше, берут как можно больше территорий. Не понимая о том, что если эта территория перешла в собственность жильцов, то, соответственно, вопросы, связанные с благоустройством территории, с ремонтом подъездных, подходных дорожек пешеходных, если там подъездные проезды, проездов, установка площадок детских, на этой территории все должно осуществляться за счет средств собственников, в том числе и скамейка. Никто не имеет права потратить бюджетные деньги, ни муниципалитет, ни районная администрация, потратить бюджетные деньги на установку скамеек или нового. Грубо говоря, либо всем скинуться на скамейку, либо отдать землю обратно. Поэтому нужно собственникам жилья, оформляя землю, посмотреть на границы. Не надо брать больше, чем нужно. Тогда эта земля останется в муниципальном собственности, она будет обслуживаться. В том числе и уборка этих территорий, подчеркиваю, тоже мы не можем осуществлять уборку частной территории. Второй вопрос. В Колпино очень много беспризорных собак. Граждане волнуются? Ну, к сожалению, беспризорных собак много не только в Колпино, их вообще очень много, потому что это, наверное, наша культура отношения к домашним животным, что пока он щеночек, вы с ним поигрались, а потом отправляют люди. По заявкам администрации или органов местного самоуправления, или управляющих компаний подаются заявки, приезжает специализированная служба, которая отлавливает этих собак, проводит их стерилизацию, чипуют. И выпускают обратно. И выпускают именно там, где забрали. То есть, понимаете, насколько это дорогостоящая процедура. То есть, вы считаете, что стерилизованные собаки не кусаются? Это не я считаю. Это считает действующее законодательство. Я только исполняю. Ну, а вы с этим согласны? Своё личное мнение, если мы сейчас начнём рассуждать, что делать с этими собаками, усыплять их, значит, у нас восстанут защитники животных. Это невозможно и по законодательству. Я в такую тему даже не хочу ввязываться. Я только буду делать то, что предписано. А то, что лучше, чем убивать собак. Это правда. Это спорный вопрос. Вот в данном случае, когда касается здоровья, например, детей, которые гуляют по улицам. Много копий сломано по поводу вот этой проблемы с бездомными собаками, которая в других странах вообще отсутствует. То есть, законодательством определена ответственность хозяев собак за их дальнейшее существование. По поводу лагерного шоссе. Граждане жалуются, что отвратительно ходит транспорт. Мы знаем, что проблема существует. И было с комитетом по транспорту и с другими структурами совместное совещание по этому поводу. Рассматривается вопрос увеличения изменения частоты движения транспорта, маршруты. Но здесь прошу понимания. Мы упираемся в такую проблему, что для того, чтобы запустить маршрут, необходимо, чтобы маршрут соответствовал требованиям безопасности передвижения общественного транспорта. Еще один вопрос у нас есть по лагерному шоссе. Я вот как раз сейчас в Пандан тому, что мы обсуждаем, задам вопрос, который поступил в нашу редакцию незадолго до программы. Жительница лагерного шоссе Лилия Германова-Агафонникова спрашивает. Лагерное шоссе не оборудовано тротуарами, а это единственный путь до вокзала. Жители идут по правой стороне дороги, где обочины шире и идти безопаснее. А ГИБДД штрафует, потому что по правилам нужно идти слевой. Где идти невозможно, там канава податься в сторону от проезжающей машины некуда. По вопросам штрафа я все-таки сейчас не готов сказать, но безусловно, что мы разберемся, кто штрафует и за что штрафует. Что касается обустройства тротуаров на лагерном шоссе, то в рамках реконструкции шоссе эта работа будет запроектирована, будет сделана. Но не даю пустых обещаний, что это произойдет завтра. Следующий вопрос. Очень трудно попасть в садик и также очень трудно найти в Колпино хорошую работу. Давайте по первому вопросу. Трудно попасть не в садик. Колпинский район первый в Санкт-Петербурге, который избавился от очередей в детские сады. Мы сейчас говорим о другом, что... Девушка говорила о другом, что хотелось бы ей, чтобы вышла и тут же во дворе в ближайший садик отдала ребенка. Дело в том, что мы стремимся к тому, чтобы максимально учитывать место проживания ребенка, но учесть все пожелания здесь очень сложно. Мы, конечно же, должны всегда ставить решение задачи на 100%. Поэтому сейчас проходит проектирование и будет построен на Ижорских батальонах детский сад на 190 мест. Это разведит ситуацию. И, конечно, логистика передвижения детей. Мы обязательно будем стремиться к тому, чтобы этот путь был кратчайшим, минимальным, безопасным и удобным для родителей, чтобы они, кроме того, как стоят в пробках, еще и не теряли время на перевоз ребенка из одного конца города в другой. Так что по поводу работы? Да, сейчас не самая лучшая экономическая ситуация. К счастью, да, и это хорошая, оптимистичная новость о том, что есть предприятия, которым требуются дополнительные рабочие места. И порядка одно из предприятий наших, оно заявило о том, что им потребуется около 300 рабочих определенных категорий. И в том числе служба занятости и наша комиссия совместно мы готовим предложение. То есть мы знаем, где сокращается, знаем, кто расширяется, поэтому стараемся выстроить эту цепочку. В этом смысле сама тема промышленности очень интересна. Мне казалось, что в наше время уже как-то нет большого ижорского завода. И мы все думали, что промышленность в Колпино совсем не там. Слухи сильно преувеличены, поэтому я хочу сказать, и жители района знают, как я хочу сказать всему большому Санкт-Петербургу, что Колпинский район – это действительно индустриальное сердце Санкт-Петербурга. Да, как таковы бренд ижорские заводы, может быть, он несколько на сегодняшний день размыт, но на площадках этой героической трудовой земли делаются очень-очень серьезные вещи реального сектора экономики. Атомные реакторы – раз. Металлопрокат – два. Трубопрокат. Литье. Отливаются изделия свыше 400 тонн, может быть, отлито. Участие наших предприятий литейных в создании ледоколов. Карьерные экскаваторы с максимальным размером ковша 32 кубических метра. То есть три КАМАЗа в одном ковше. И сегодня эти карьерные экскаваторы, наши ижорские карьерные экскаваторы, работают только в Кемеровской области более 200 единиц. Они работают в Индии и на других крупных рудодобывающих компаниях. И конкурируют с известными мировыми марками. Ну, давайте еще одну тему обязательно затронем. Может быть, в данном случае вы просто пример покажете Большому Петербургу и каким-то образом повлияете на, если, конечно, вы поддержите мою идею, о том, чтобы вернуть некоторые исторические названия в Коупино. Ну, давно же были такие идеи. И напрашивается все-таки Царско-сельский проспект вместо одного из пяти существующих в Большом Петербурге проспектов Ленина. Как вы думаете? Я имею свою собственную точку зрения, но в данном случае не считаю, что она должна быть директивной и указанием к действию. У нас есть общественный совет при администрации, куда входят очень известные жители Колпинского района, заслуженные люди, прожившие всю жизнь. Они, каждый из них, человек-легенда для города и для района. Поэтому все такие спорные вопросы, да, у любой медали две стороны, они должны решаться все-таки с учетом мнения всех жителей. А можно ли им нести ваш в общественный совет, что наша программа с удовольствием сделает, мы уже затрагивали как-то эту тему, предложение о том, чтобы обратиться к губернатору, с предложением опять же, извините, назвать одну из улиц именем нашего легендарного, может быть, самого известного в Петербурге, хоккеиста Александра Дрозецкого? – У нас есть школа, хоккейная школа имени Николая Дрозецкого. Мы с дружим с сыном, с Александром Дрозецким. У нас есть совместные проекты, которые мы реализовываем. – Знаменитый Колпинец. – И, безусловно, я думаю, что, ну, во-первых, я считаю, да, и я думаю, что и жители Колпинского района, вернее, города Колпина или Колпинского района, если мы выберем какую-то из улиц не в Колпино, а рядом, поддержат идею о том, чтобы одна из улиц получила имя этого славного спортсмена. – Давайте совместно, так сказать, попробуем эту идею. – Ну, собственно, мы эту идею уже озвучили, она уже не идея, это уже предложение, которое мы будем продвигать, обсудим на общественном совете. – Соберем общественный совет. – Да. – Ну что ж, спасибо вам большое. Не все вопросы сегодня успели обсудить, но, думаю, хороший повод для того, чтобы вы вернулись в нашу студию, еще раз приехали, и мы поговорили, тем паче, что Колпинский район большой, и мы сегодня в основном делали упор на транспортные проблемы, но есть еще о чем поговорить. Глава Колпинского района Анатолий Анатольевич Павелий, удачи вам, спасибо и всего доброго. – Спасибо, удачи и вам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин